но какая красавица рябинка видели сейчас попробуем поспела или нет здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала рецепт за рецептом я открываю свою вам копилку рецептов и один замечательный рецепт у меня есть в этой копилке который уже гуляет по россии лет пять-шесть больше наверное назад я отдала этот рецепт город новосибирск или в новосибирскую область и все время мне пишут что его делают что он нравится он нравится рецепт этого ликера я взяла из немецкой книги немецкого автора которая называется lebens эликсиры авус дойчланд этот рецепт сейчас является у меня основным и я делаю по этому рецепту не только ликер из рябины я делаю по этому же рецепту ликер из калины клюквы брусники терна кизила могу сделать из вишни другими рецептами я не пользуюсь ну а теперь сам рецепт записывайте возьмите пол килограмма ягод рябины лучше рябина всегда лучше если ее ударит морозом поэтому так как у нас рябина поспевает вот в это время а морозы у нас приходят может в декабре ноябре самое раннее это ненадолго поэтому я перебираю рябину я и сейчас помою обсушу и заморожу заморожу сразу взвешивая в полкилограммовые дозы я могу взять в зависимости от емкости могу взять сразу килограмм полтора два так как мне нужно вот в общем записывайте полкило подготовленной рябины заливайте одним литром водки алкоголя 40 градусного можно 38 градусов взять и выдерживаете на окне на подоконнике 6 недель или 40 дней обязательно запишите число когда вы поставите настаиваться вашу рябину отстоит она 40 дней рябину процеживаете через марлю и хорошо отжимаете потому что она напитывается алкоголем а вот это когда вы отжимаете она дает сразу уже настойный внутри нее сок аромат и так далее когда мы это все отсыдили вы берете 100 грамм любого белого сухого вина я покупаю например 250 грамм бутылочки такие маленькие сухое белое вино рислинг да что глаза увидели то и куплю могу купить бранжи 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 вот и использую для этих целей кроме этого по рецепту стоит белый кандис сахар если в россии нет кристаллического сахара кандис вот он так выглядит вот возьмите сахар арафинад тоже так же 50 грамм сахара арафинада на 1 на 100 грамм сухого белого вина положите это все маленькую кастрюльку маленькую мисочку и кипятите до тех пор на плите пока кандис растворится пока сахар полностью разойдется снимите с огня дайте остыть и влейте в вашу настойку рябиновую дайте ей еще пару недель постоять у нее меняется цвет и у нее появляются дополнительные вкусовые нотки и ароматные нотки вот вот это вот рецепт ликера из книги лебенс эликсиры олсдойчленд если я переведу дословно то это жизненные эликсиры из германии вот я уже сказала что я использую этот рецепт как грунт рецепт для всех моих ликеров из дикоросов из диких ягод могу сделать из вишни из малины конечно нет малина клубника это другое но вот как то так а вот тут у меня тут же какая красота я повешала сушить рябину для того чтобы потом добавлять ее в травяные чаи после сауны самый вкус ну вот мои хорошие сегодня я вам дала еще один рецепт из моей копилки кто-то у меня уже обращался за этим рецептом рябину нужно заморозить вы сами знаете ее бьет морозом и после мороза она становится вкуснее вот ее уходит горечь или как часть горечи я считаю что рябина должна огорчить вот ну когда я ее положу в холодильник у меня произойдет то же самое ее ударит морозом ну вот и все что сегодня я хотела вам показать и рассказать про берк тролль ликер этот ликер назвал автор берк тролль ликер если я переведу это на русский язык то будет звучать ликер горного тролля ну и до новых волнующих встреч на канале всем пока пока если вам не интересны мои ролики напишите свои темы что вам будет интересно увидеть у меня на канале потому что из 13 тысяч подписчиков ролики мои смотрят одна треть самая высокая а то и 1 6 часть вот как то так но это новых волнующих встреч пока пока